Можно выделить две разновидности эмоционального воздействия лидера на окружающих – резонанс и диссонанс. Резонанс – это положительное воздействие, при котором эмоциональное состояние подчиненных становится созвучным эмоциям лидера. Обратный эффект называется диссонансом. В этом случае лидер утрачивает эмоциональную связь со своей аудиторией. Диссонансный лидер. Его не интересуют чувства подчиненных, и поэтому он может привести в действие пружинку негативных эмоций. Когда лидеру не удается проникнуться чувствами других или правильно истолковать эмоции коллектива, он создает диссонанс, без нужды посылая коллективу отрицательные сигналы. Возникающая при этом подавленность мгновенно отражается на результатах работы. Вместо того, чтобы все внимание уделять посланию лидера и выполнению групповых задач, коллектив занимается внутренними проблемами. В любой рабочей обстановке не составляет труда вычислить влияние диссонансного лидера. Люди выведены из равновесия и, естественно, начинают плохо работать. Резонансный лидер. Проникается чувствами людей. Дает их эмоциям позитивное направление. Говорит с ними искренне и вызывает положительный эмоциональный отклик. Диссонанс вреден для психического и физического здоровья человека. Наиболее распространенные типы лидеров, вызывающих диссонанс своими действиями, это деспот, запугивающий и унижающий подчиненных. Лицемер, у которого слова постоянно расходятся с делом и которого волнует только собственная карьера. Не чуткий руководитель, который пытается вызвать у подчиненных положительный эмоциональный резонанс, не замечая, что находится во власти негативных эмоций. И снова вернемся к Гоуману. По его мнению, эффективные лидеры используют один или несколько стилей лидерства и искусно переключаются с одного на другой в зависимости от ситуации. Четыре из шести известных стилей лидерства – идеалистический, обучающий, товарищеский и демократический – способны зажечь, воодушевить людей, что приводит к повышению производительности. А вот два оставшихся – амбициозный и авторитарный, хотя порой и нужны, но должны применяться очень осторожно. Идеалистический – как строится резонанс. Лидер воодушевляет людей, рисуя им привлекательный образ будущего. Идеалистические лидеры уверены, что распространение знаний является залогом успеха, поэтому они открыто делятся информацией со своими сотрудниками. Как это воздействует на климат в организации? Сильнейшее и позитивное воздействие. Когда это уместно использовать? Когда изменение ситуации требует создания нового образа будущего или, если необходимо определить, ясное направление движения. Как строится резонанс? Лидер связывает желания людей с целями организации. Хотя обучающий стиль делает основной акцент на личном развитии сотрудника, а не на выполнении конкретных задач, его использование предполагает небывалый положительный эмоциональный отклик и резкое повышение эффективности, независимо от того, какие еще стили применит лидер. В личной беседе с сотрудником устанавливается контакт и рождаются доверительные отношения. Такой лидер демонстрирует искреннюю заинтересованность в судьбе подчиненных и показывает, что рассматривает их не как примитивный инструмент для выполнения работы. На замечания лидера-наставника подчиненные реагируют адекватно, воспринимая их как полезный урок, а не как придирки начальства. Лидеры-наставники, как правило, умеют грамотно делегировать полномочия и дают сотрудникам сложные задания, которые обогащают их профессионально. Обучающий стиль наиболее эффективен при управлении теми сотрудниками, которые проявляют инициативу и стремятся к профессиональному росту. И наоборот, наставнический подход не возымеет никакого действия, если работник имеет низкую мотивацию или требует индивидуальных указаний и бесконечных проверок. Наставничество является собой пример одного из навыков эмоционального интеллекта – умения развивать способности других людей. Хотя особенности обучающего стиля вроде бы не предполагают непосредственного воздействия на прибыль, однако каким-то непостижимо извилистым путем его применение приводит к высоким финансовым результатам. Как обучающий стиль воздействует на климат в организации? Весьма позитивно. Его уместно использовать, чтобы помочь сотруднику улучшить производительность за счет развития перспективных способностей. Как строится резонант в товарищеском стиле? Лидер создаст гармонию путем сближения людей. Возможности товарищеского стиля по стимулированию производительности ограничены. Когда же стоит к нему прибегать? Такой стиль придется к месту, когда нужно поднять моральный дух, улучшить взаимопонимание или восстановить веру в будущее организации. Лидеры, придерживающиеся товарищеского стиля, ценят перерывы в производственном цикле, когда появляется возможность создания эмоционального капитала, на который можно потом рассчитывать в трудную минуту. К сожалению, очень часто эти лидеры уделяют эмоциональным нуждам сотрудников больше внимания, чем делу. Им очень сложно идти на конфронтацию, даже когда в этом есть необходимость. А ведь в кризисных ситуациях подчиненным спокойнее, когда есть четкие указания. Но такие лидеры обычно не способны вывести команду из кризиса, так как не берут на себя полную меру ответственности за своих подчиненных. Несмотря на многие преимущества, присущие товарищескому стилю, этот стиль всегда надо сочетать с любым другим стилем управления. Объясню. При товарищеском стиле лидер использует для управления только по хвалу. Сотрудники, которые почти никогда не подвергаются критике, могут решить, что даже самое посредственное выполнение работы в компании вполне допустимо и свои ошибки исправлять просто не будут. Кроме того, лидеры этого типа практически не способны на конструктивные советы. То есть сотрудники предоставлены сами себе и вынуждены проявлять собственную инициативу, чтобы узнать, как развить свои способности. Вероятно, именно поэтому многие дружелюбные лидеры используют этот стиль в тесном сочетании с идеалистическим подходом. Воздействие на климат в организации позитивное. Уместно использовать, чтобы залечить разлад в коллективе, мотивировать работников в трудные времена или укрепить межличностные отношения. Лидер оценивает вклад сотрудников в работу и с помощью активного вовлечения их в процесс управления добивается преданности. Лучше всего такой стиль работает, когда лидер находится вне решительности, когда не уверен, какое направление избрать, и нуждается в идеях, которые могут подсказать ему компетентные сотрудники. Даже если у лидера есть ясное представление о цели и стратегии ее реализации, демократический стиль ему может помочь, так как с его помощью можно выявить существующие идеи или найти новые способы воплощения их в жизнь. Этот же стиль управления показан лидеру команды. Лидер должен с одинаковой готовностью воспринимать как хорошие, так и плохие новости. Поэтому он должен быть терпим к неприятным откровениям со стороны сотрудников. Потому что если вестник плохой новости будет наказан, то есть большая вероятность потери доверия большинства сотрудников. Вряд ли кто-то еще захочет быть откровенным с ним. Поэтому лидер должен гарантировать им безопасность в случае любого высказывания. Нет такой проблемы, которую нельзя было бы решить, если только не бояться ее открыто обсуждать. У демократического стиля есть несколько недостатков. Стремление тупо ему следовать вырождается в бесконечные утомительные совещания, на которых переламывается масса идей, но согласие остается труднодостижимым. Воздействие на климат в организации позитивное. Уместно использовать, чтобы добиться поддержки, единодушия, получить от сотрудников предложения по развитию дела. Теперь посмотрим на два диссонансных стиля лидерства. Итак, амбициозный стиль. Как строится резонанс? Лидер стремится к достижению трудных целей и решению наиболее интересных задач. Этот стиль может применяться довольно успешно, особенно он уместен в технических областях при работе с высококвалифицированными специалистами или целеустремленными менеджерами по продажам. Имеет смысл использовать амбициозный стиль в период резкого роста компании. И все же, хотя амбициозный стиль находит свое место в наборе лидерских инструментов, он должен применяться в малых дозах и только тогда, когда действительно может принести успех. Амбициозный лидер слишком увлечен достижением своей цели и создается ощущение, что его совсем не волнуют люди, которые, кстати, работают над воплощением его идей. Существуют классические признаки амбициозного лидера. Исключительно высокие критерии, нетерпимость к низкой производительности, горячее стремление закатать рукава и самому сделать всю работу, а также готовность подменить людей, когда у них возникают затруднения. Ярким воплощением амбициозного лидера можно считать Стива Джобса. И хотя его гениальность трудно переоценить, его лидерские качества несколько раз подвергались сомнению, в первую очередь его же сотрудниками. Воздействие на климат в организации. Часто крайне негативное, особенно в случае бездарного воплощения. Этот стиль уместно использовать, когда необходимо получить отличные результаты от команды квалифицированных сотрудников с высокой мотивацией. Как строится резонанс при авторитарном стиле руководства? Лидер рассеивает страхи, указывая четкое направление движения в непредвиденных ситуациях. Авторитарный стиль еще называют волюнтаристским. Такие лидеры следуют принципу. Выполняйте, потому что я так сказал. Они требуют от подчиненных мгновенного повиновения, но не считают нужным объяснить смысл своих приказов или основную цель деятельности. К сожалению, одна из самых негативных черт такого вида управления – это фокусирование внимания на ошибках и промахах и полное игнорирование успехов или хорошо сделанной работы. Авторитарный лидер почти не способен на поощрение, но зато с неутолимым постоянством подвергает своих сотрудников критики. Такой подход лишает сотрудников чувства гордости и удовлетворения за проделанную работу. А ведь это одни из базовых чувств, которые стимулируют высокую производительность. Так как авторитарные лидеры не способны сдерживать свои негативные эмоции, такие как гнев, неприязнь, презрение, а также не способны конструктивно разбираться с причинами, вызвавшими эти чувства, они вливают весь этот поток негативных эмоций на своих подчиненных. Естественно, это оказывает разрушительное воздействие. Эффективное использование авторитарного стиля, как писал Аристотель, требует от лидера умения быть грозным с тем, кто этого заслужил, и выражать свое негодование так, как это следует делать в должное время, на должный срок и по весомой причине. Еще один негатив авторитарных лидеров – они изгоняют талантливых специалистов. Люди приходят в компанию, а уходят от начальника. Воздействие на климат в организации авторитарного стиля руководства крайне негативное, особенно в случае злоупотребления им. Его уместно использовать в кризисной ситуации, когда необходима полная реорганизация бизнеса, либо при управлении трудными сотрудниками. Существует несколько теорий лидерства, которые одновременно разбирают личные свойства лидера и ситуации, в которых он действует. Наиболее известная – это ситуационная теория лидерства Херси и Бланшара. В 1968 году Херси и Бланшар разработали модель ситуационного лидерства. Суть этой модели состоит в том, что для эффективного управления руководитель должен выбирать стиль взаимодействия с сотрудником в зависимости от уровня способности сотрудника к выполнению задачи и его мотивации. Под способностью сотрудника мы понимаем совокупность его знаний, умений и опыта, а его мотивация – это желание работать над задачей и внутренняя уверенность. Исходя из этой теории, менеджеру приходится управлять четырьмя категориями сотрудников по отношению к выполняемой задаче. Неспособен и ненастроен, неспособен, но настроен, способен, но не настроен, способен и настроен. У лидера есть возможность использовать все четыре стиля управления в зависимости от ситуации и уровня развития сотрудников по отношению к задаче. Соответственно, существуют четыре стиля руководства – директивный, наставнический, поддерживающий и делегирующий. К каждому уровню сотрудника по отношению к задаче подбирается свой стиль управления. Модель Херси Бланшара любит за ее практический подход и простоту. Когда вы выбираете стиль управления, нужно учитывать такие факторы, как оптимальное решение рабочей задачи, высвобождение личного времени, психологически комфортное рабочее взаимодействие и профессиональное развитие и род сотрудника. Директивный стиль – это приказы и указания. Он подходит для категории сотрудников, не способен и не настроен. Руководителю придется дать сотруднику довольно детальные указания, прописывая или проговаривая каждый этап работы. Обязательно придется объяснять содержание задачи, описать формат работы, критерии работы, все детали взаимодействия, если таковое предвидится и так далее. Это довольно трудоемкий процесс для лидера, но некоторые люди, склонные к контролирующему поведению, даже предпочитают такой стиль управления. При директивном стиле руководитель склонен требовать составление планов и отчетов, проверять их содержание, планировать регулярные совещания, которые помогут контролировать работу сотрудника. По-моему, очевидно, что такой стиль отнимает много сил и времени у руководителя. Он вовлечен во все аспекты выполнения задачи и здесь нет места для идей сотрудника. Поэтому для выполнения важных и сложных задач лучше все же выбирать другие категории сотрудников. Наставнический стиль. Наставничество – это обучение и разъяснение. Он оптимален для категории сотрудников, не способен, но настроен. Такой стиль управления подойдет для новых сотрудников или для сотрудников, у которых имеется небольшой опыт выполнения подобных задач. Как и при директивном стиле управления, здесь тоже потребуется детальное разъяснение при постановке задачи. Но есть существенная разница. Лидер будет разъяснять задачу, задавая вопросы, которые помогут сотруднику найти самостоятельные и наиболее приемлемые для него решения. Например, вместо того, чтобы говорить сотруднику, какой отель забронировать для проведения конференции, он предложит ему подумать самостоятельно над тем, где и когда ее лучше провести. Как и по каким критериям отобрать клиентов? Что является обязательными пунктами в плане подготовки? С какими сложностями придется столкнуться? Задача руководителя состоит в том, что поиск ответов на эти вопросы и последующие обсуждения с руководителем подготовят сотрудника к выполнению задачи. Контроль при таком стиле управления должен быть регулярным, как и при директивном стиле, но все же более сдержанным, чтобы не разрушить уверенность сотрудника в своих силах. Вовлеченность руководителя по-прежнему высока, но здесь руководитель выполняет работу на будущее. В следующий раз сотрудник сможет быть более самостоятельным в выполнении этой задачи. Поддерживающий стиль – это вовлечение и мотивация. Лучший стиль для категории сотрудников способен, но не настроен. Такая ситуация часто возникает тогда, когда сотрудник уже не один раз выполнял подобные поручения и успешно с ними справлялся. Повторное выполнение задачи не вызывает у него никакого интереса, так как не способствует его развитию. Здесь главной задачей руководителя является мотивирование сотрудника. Обучение здесь не требуется. Сотрудник и так знает, что делать. Стимулы могут быть самые разные, как материальные, так и нематериальные. Это зависит от мотивационного типа сотрудника. Можно напомнить, насколько задача важна для успеха вашей компании или отдельно взятого проекта. Иногда положительная оценка его опыта и умений, а также признание его талантов является лучшим мотиватором. Лучше тебя это не сделает никто. Можно простимулировать сотрудника квартальным бонусом или наделением полномочиями руководителя. Здесь мне кажется очевидным, что уровень детализации при постановке задачи будет небольшой. Периодический промежуточный контроль все же потребуется, чтобы руководитель был уверен, что уровень мотивации не снизился и работа делается. Делегирующий стиль – это наделение полномочиями и полная самостоятельность. Способен и настроен. Что может быть проще? Сотрудник обладает всеми необходимыми компетенциями и высокой мотивацией для выполнения задачи. Так что вам не остается ничего лучшего, чем делегировать, то есть отдать необходимые полномочия и самостоятельность. Контролировать только конечный результат и предоставить возможность консультироваться по необходимости. Например, нам надо обеспечить высокий уровень продаж нашего нового продукта. Я думаю, что надо привести массивную рекламную пиар-компанию. Хотелось бы видеть твои предложения и соображения по поводу того, кого мы будем привлекать к сотрудничеству и как лучше будет подавать наш новый продукт на рынке. Жду от тебя обоснованных предложений. Важные особенности стиля делегирования – согласование конечного результата, контроль по конечному результату, отсутствие детального промежуточного контроля и возможность консультации по инициативе сотрудника. По мере того, как будут повышаться ваши лидерские компетенции, подбор стиля руководства перейдет в категорию интуитивных. На первых же порах может возникнуть несоответствие стиля управления категории сотрудника. Начните указывать сотруднику категории «может» и «хочет» и контролировать его. Мотивация снизится. Делегируйте задачу тому, кто не может, но хочет – сотрудник будет в растерянности и панике. Попробуйте предложить свободный выбор и стимулы тому, кто не может и не хочет. Через некоторое время вы начнете выполнять эту задачу за него, просто учитесь оценивать ситуацию и выбирать оптимальный стиль.